Это собрание началось засветло. Несколько сотен человек вышли на митинг возле собственных домов. Виновник торжества – застройщик эко-квартала. Ответ перед публикой держать не спешил. Люди возмущены. В их перенаселенном квартале будут строить еще один жилой комплекс из трех домов. Детские площадки, ухоженные придомовые территории, подъездные пути – все под вопросом. Даже при нынешней ситуации у нас жестокие пробки до основной трассы. Просто утром очень трудно проехать. При этом добавляется еще около 500 машин. Представьте, что здесь будет. Дорогу невозможно расширить, вы сами видите, потому что с той стороны строительство, с той стороны больницы, с другой стороны больницы. Поэтому расширить их невозможно. Альтернативных дорог у нас здесь нет. На участке возле дома по улице Русской 57Н долгое время стоял недостроенный госпиталь. На его месте предполагалось строительство детского сада. Позже застройщик поменял планы и решил возвести два дома с административным центром и парковкой. В июне 2019 года получил разрешение на строительство трех домов на 287 квартир без парковок. Это огромный микрорайон, но, наверное, чуть ли не единственный в Владивостоке, где столько домов и нету вообще ничего. Нету ни стадиона, ни школы, ни детского сада. Ни одного на весь район. Вообще нету ничего. Одна дорога, ведущая сюда, в 8 утра она превращается просто в транспортный коллапс. Гулять негде. Вот невозможно пойти в дом, нормальный дом, молодые семьи живут. Я не могу пойти и погулять возле дома, потому что идти просто некуда. Нет ни стадиона, ни сквера, ничего такого. Говоря о транспортном коллапсе, жильцы не преувеличивают. По адресу Русская 57 стоит 11 домов, на которые приходится 800 машиномест. Парковка платная и только одна. Может вместить не больше 200 машин. В скором времени в микрорайоне появятся новые жильцы из четырех домов ЖК «Лайф» и трех от ЭКО-квартала. Когда мы устраивались в школы, моих детей в 60-ю школу не взяли. Сказали, что хоть вы и по району к нам относитесь, но мест не хватает катастрофически. Просто нет ни учителей, ни помещений. И мы можем дать вам справку, что мы вас не имеем права брать, потому что некуда детей сажать. В 61-ю школу нас тоже не брали, но в 63-ю школу мы ходили. Садики, ну нас взяли в садики, потому что мы многодетные, там по льготному. Ну и поликлиники также все переполнены. В ситуации разбирался и прибывший на место событий глава Приморья Олег Кожемяка. Представители застройщика уверяют, что разрешение на строительство добыто законным способом. И претензии к ЭКО-кварталу беспочвены. У губернатора сложилось собственное мнение. Вот мужики, при всем уважении к строителям, при всем уважении, значит, да, и вы сами тоже не первый год, как говорится, строите, но он вообще сюда не влазит никак. Это первое. Второе. Они хотят заезжать мимо нашего дома. Вот просто никак не влазит, значит, да. Здесь нет ни спортивной площадки, нет ни детской площадки. 200 человек, 200 семей, которые у вас здесь появятся, не будут иметь ни садика, ни площадки, ни стоянки, значит, да, то есть ни паркинга. Губернатор Приморья предложил выделить застройщикам участок земли в другом районе Владивостока для строительства третьего дома. Освободившееся место на русской отвезти под строительство паркинга и детской площадки или стадиона. Олег Кожемяка пригласил стороны на более предметное совещание в субботу, 26 октября. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.